В этом уроке рассмотрим Познакомимся с административной панелью управления Для чего нужна административная панель? Сайт делится на два сайта Пользователь видит один, а администратор имеет доступ И еще панель управления, это второй сайт С помощью которого мы управляем основным сайтом Чтобы войти в панель управления Нам следует набрать в бранусной строке Имя вашего домена В моем случае это будет Demo Instant 1.8 Набираем слэш и пишем админ Далее вводим логин И пароль Сразу скажу, что у меня здесь стоит Меню пользователя Так как это у нас предусмотрено шаблоном Но бывает такое, что меню пользователя нет При авторизации нас сразу перебрасывает на главную страницу Здесь опять надо будет набрать Слэш админ После этого мы попадем в панель управления Так, сразу коротко пройдусь По всем пунктам В пункте меню у нас создаются меню Можно посмотреть все меню То, что у нас есть Вот все пункты меню Если мы проверим на основном сайте Видим, да? Главное, новость статьи Вложенные под пункты Здесь также показаны вложенные под пункты Вот фото, новые фото В общем Если заметите, да? Это вложенные под пункты Итак, далее Ну, дальше В дальнейших уроках покажу Как создавать пункты Как удалять В общем, все такое Далее у нас идут модули В данном разделе перечислены список всех модулей Здесь также можно создать модуль Редактировать модуль Удалить модуль Пакетное редактирование Выделить галочкой каждый, да? Вот И сразу Снять и республикации Или опубликовать В общем, сохранить В общем, эта кнопочка Добавить модуль Но она вам не совсем нужна Здесь я сразу скажу Что покажу только основные пункты Здесь много чего есть В том числе и для разработчиков сайта Это вам может даже не пригодиться Единственное, что вам нужно Сразу Если Озвучить Озвучить Это вам нужны вот меню Вам нужна вот кнопочка контент Так Кнопочка пользователей может понадобиться Так Ну, может быть какие-то компоненты Мы рассмотрим здесь Дополнения вам не нужны Настройки Тоже не рекомендую заходить Документации Там В принципе тоже нет ничего интересного Вот Так, меню мы разобрали Что такое Модули Ну, модули тоже вам пригодятся В дальнейших уроках Опять-таки скажу Как создавать модули Как удалять Дедактировать Так, далее Контент Вот Контент Что такое Контент Контент Это все наше Наполнение Нашего сайта Вот К примеру Если посмотреть На сайте Ну, те же самые Статьи, да Там Картинки Вот Новости Статьи Фото Вот это все называется Контентом В данном случае У нас идут Контент Раздел Из статьи То есть Мы можем управлять Только статьями Через данный пункт Все остальное Уже Фото Там Так далее Там Подобный Каталог Это уже идет Через компоненты Список компонентов Наших Ну, дальше покажу Как это делать Пока остановимся На контенте У нас Разделено Тут на две части Вот Левая часть Правая часть Вот В левой части У нас создаются Разделы В правой части У нас идут Уже список Статей Которые Находятся В том или ином Разделе К примеру Если мы хотим Выделить список Здесь Когда мы Попадаем В контент Да Здесь у нас В правой части Перечисленный Весь список Всех статей Если мы хотим Выбрать Именно К примеру Допустим Новости Выбираем ее Вот она Выделилась Вот так вот И мы видим Что в правой части Что данный Раздел новости Содержит всего лишь Две статьи Ну Сразу скажу Также Что Разделы Для чего Вообще Нужны разделы Ну Разделы Это как бы Объединяет Несколько статей Схожие По одной Тематике Можем так сказать Да Либо по смыслу Чтобы Как бы Легче было Потом Работать с ними Там Искать Поиск статей Там Чтобы облегчить Нашу В общем Как бы идет Группировка По разделам Всех статей Группируются По разделам Вот Статьи Там Геология К примеру Вот она Каждый раздел Может иметь Свой подраздел Так И так далее Да Здесь Может быть Неограниченное Количество Подразделов То есть Вот У нас идет Статьи Здесь у нас Идет Вложенный Пункт Геология Психология Далее Он может быть Иметь свой Вложенный Пункт Тот Вложенный Пункт Может быть Еще Вложенным И так далее Как это делать Как создавать Тоже Опять таки Покажу В дальнейших Уроках В общем Здесь Нет ничего Сложного Здесь Можно Также Создать Раздел Редактировать Существующий Раздел Удалять Раздел Это кнопочка Случит Для того Чтобы Добавить Статью В данный Раздел В данный Раздел У нас Выделен Новости Так В общем С контентом Разобрались Компоненты Компоненты Это Как бы Составляющие Из чего Состоит Весь Движок Движок Это Как бы Программа С помощью Которой Мы управляем Нашим Сайтом Вот Данная Программа Она состоит Из компонентов Отдельных Составляющих К примеру Возьмем Нужный Нам Компонент Который Нам Пригодится К примеру Вопросы Ответы Любой Сайт Он может Содержать Вопросы Ответы Вот Как Здесь Вот Вопросы Ответы Вот Это Все Позволяет Нам Выдавать На Сайте Выводить Пользователям Данный Компонент Вопросы Ответы Это Пример Таких Компонентов Здесь Компонент Форум Так В общем Компонент Прайс Лист Поиск Конструктор Форум Ну Здесь Опять таки Есть Много Ничего Лишнего Которые Вряд ли Вы Когда-то Используете Единственное Что нам Пригодится Это Вопросы Ответы Может быть У кого Кому То Может Пригодиться Доска Объявлений Так Регистрацию На сайте Можно Будет Поднастроить Там В общем Форум Универсальный Каталог В общем И все Такое Да Здесь Я не буду Подробно Останавливаться На каждом Просто Объясню Что это Такое И все А в дальнейших Уроках Как я уже Говорил Мы по отдельности Рассмотрим Здесь Если Можно Даже Само Разобраться Ничего Сложного Здесь нет Все Довольно Таки Просто К примеру Задим Вопросы Ответы Вот У нас Есть Кнопочки Такие Создать Статейка Как бы Но это Не статья В данном случае В данном случае У нас Здесь Сам вопрос Идет Вот Здесь Категории Здесь Идет Уже Список Всех Вопросов Данные Кнопочки Означают Список Всех Категорий Данная Кнопочка Карандаш Означает Редактирование Также Пакетное Редактирование Публиковать Снять Публикации Настройки Этого Компонента И удалить Корзину Это Отменить Чтобы Если мы Хотим Отменить Действие Кнопочка Крестик Здесь Тоже Так же Как В стактях Каждый Вопрос Общий Вопрос Они Группируются Тоже По категориям По разделам Создаем Сначала Раздел Общие Вопросы И Пользователи Начинают Добавлять Либо Вы сами Добавляете Свои вопросы И свои ответы Именно в эту категорию Потом Можете создать Допустим Категорию К примеру По вашей тематике Какой Нибудь К примеру Автомобили Можете Можете Категорию Категорию Обслуживания Или что-то Категорию Категорию После того Движок Устанавливается Сразу Сразу Как бы Регистрируется Один пользователь И вот И вот Здесь еще Другие Другие Пользователи Здесь Можно Кстати Заметить Вот мы С правами Администратора Вот здесь Обычные Пользователи Зарегистрирующиеся Если вы Кого-то Хотите Отключить Можете Или удалить Нажимаете Вот эту Кнопочку Удалить Или сразу Подсказка Нам уходит Так Можете Отправить Личное Сообщение Можете Профиль Заглянуть Его К примеру Вот Профиль Пользователя Так Далее Можете Его забанить Чтобы Он Не смог Зайти В свой Профиль В данном Случе Профиль Не удаляется Он просто Блокируется И все Также Данные Здесь Вы можете Вот Кстати Скажу Что Вот Выпадающее Меню Вот эти Кнопочки Они Дублируются Просто Можете Сразу Отсоу Добавить Пользователя Можете Отредактировать Пользователя Убрав Галочку Федор К примеру Отредактируем Вот Можете Имя Поменять Логин Там Имайл Пароль В общем Все такое Так Можете Посмотреть Группы Пользователей Вот Какие у нас Есть группы Администраторы Гости Модераторы Пользователи Редакторы Ну Не буду Здесь Тоже Останавливаться Подробно Покажу Потом Дальше Дальнейших Уроках Как Это Стоит Настройки Профилей В общем Все такое Настройки Сайта Тоже Не рекомендую Залазить Могу Показать Быстренько Что К чему Первая Вкладочка Сайт Здесь Название Сайта Вписываете Ну Обычно Здесь Бывает Вписано Так что Не рекомендую Чего-то Трогать Вот Сайт Работает Да Можете Отключить На время Свой сайт Если Вы Какие-то Обновления Делаете Чтобы Своему Пользователю Чтобы Посетители Не видели Все эти Обновления Когда Начинает Плыть Куда-то Какие-то Блоки Некорректно Отображаться Вы Можете Час Сами Можете Наблюдали Когда Заходите На какие-то Сайты Он Бывает Отключен Только Обязательно Будет Ключить Не Забыть Так Режим Отладки Это Не Нужно Только Для Разработчиков Сайта Можете Писать Свои Майл У вас Есть Так Водяной Знак Для Фотографии Но Это Тоже Не Рекомендую Сбор Статистики Тоже В общем Пропускаем Это По умолчанию Если Ничего Не Впишете Подставляется Вот Это Название Сайта Далее Ключевые Слова Здесь Также Бывает Все Заполнено В общем Не Буду Здесь Долго Останавливаться Здесь На странице Дизайн Можете Поменять Шаблон Вот Два Шаблона Дефалт Не Стоит В данном Случае Можете Время Указать Здесь Стоит По умолчанию Московское Время База Данных Почта Разные В общем Это тоже Пропускаем Не рекомендуется Вообще Залазить Что-то Менять Так Как Здесь Все Изначально Настроено Так Ну И Документация Здесь Здесь Тоже Ничего Интересного Нет В общем Вот такая Панель управления Здесь Верхние Кнопочки Вот Определяет Вы Администратор Я как Администратор Зашел Вот Мое имя Здесь Бывает Может быть Можно переименовать Кстати Администратор Можно свое имя Вписать Ко нам Приходят Личные сообщения От пользователей Вот Здесь Бывает Уведомление Что К вам Пришло Сообщение Можете Нажать Почитать Здесь Время Отображается Сегодняшнее Так Кстати Вот здесь Можете Открыть Свой сайт Посмотреть Это Кнопочка Выйти Чтобы Выйти Отсюда Так Ну Здесь Техподдержка Есть Тоже Если Вопросы Возникнут Можете Позвонить По этому Номеру Все На этом Данный урок Завершаю Субтитры 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 Субтитры